приветствую всех друзей вы на канале шедвилил play меня зовут дмитрий мы продолжаем друзья с вами diablo 3 прошлой части мы добыли первый кусок меча вот это вот парня лысого который стоит дальше ближе подходить не не могу потому что вдруг он мне что-то скажет пока что хотел поговорить еще с нашим кузнецом и с ведьмой с кузнецом меня разговор короткий мне нужна починка причем всего на свете их нифига себе звучара и мне нужно наверно что-то разобрать может и не надо разбирать может и стоит много всякого дерьма нашу ну разбирать я люблю да тут все время можно смело разбирать так это точно я конечно сильно не буду увлекаться нет эти ингредиенты уже по сути не нужны я уже перерос их все хватит чуть-чуть разобрали я хотел у него кое-что купить дело в том что у меня совсем плохие сапоги смотрите я хожу в сапогах четвертого уровня да это с ума просто можно сойти как мне еще у них не убили надо создать вот этот вот добротные саботоны 22 уровня 66 единиц брони плюс 4 случайных магических свойства правда я израсходую вот этот желтенький материал я не знаю что это золото наверное у меня всего 7 штук а надо 6 в общем это того стоит давайте годится еще испытаниями прошло сделано на совесть подарили фон так ну по крайней мере сапоги у меня есть ладно ладно пардон что-то не то нажал хорошо что никого не убил мне надо поменять сапоги и ну конечно в шесть раз больше силы в 36 раз больше и в живучести как и вообще в них ходил а вот эти вот шаги авантюр можем попробовать разобрать а вдруг что-то дадут то именно желтые сапоги авантюр них вот они дают желтые за него да да одну штучку дает вот как они получаются теперь понятно вот эта хрень получается отсюда вот не знаю жалко разбирать а надо ли разбирать вот это все мне ну не понадобится но надеюсь что нет ладно чуть заклинок одноручный редкий топор но у меня лучше давайте хоть что-то соберем авось там в будущем да пригодится и что еще хотел сделать что еще хотел сделать эта хрень точно не нужна чем больше мы разбираем тем легче будет нам с вами бегать остальное давайте продадим наверно так сделаем и обучим нашего умельца на третий уровень 10 тысяч это стоит но это того стоит четвертого теперь уровня но можем до 15 докачать чтобы уже посмотреть что там за прекрасные атрибуты нам будет даваться все железное сердце даже нам испытания дали мы прошли много денег потратили 25 тысяч сейчас пойдем к торговцу посмотрим может мне реально что-то купить можно то привет торговец продать я хочу тебе что у тебя нет что у тебя купить сначала можно ухода у тебя такие предметы которые уже 10 уровней не буду носить с собой я уже с них вырос ладно давай продадим тебе что-нибудь а чите можно реально продать нет я хочу тебе просто продать что-то не все покупаешь что ли все нормально а поскольку это берешь 84 ну немного конечно но это смысл нет продавать их лучше разобрать но все синие предметы мне уже по моему не нужны потому что я с ними уже ничего не сделаю камень пока оставлю я уже и насобирал и запчастей на них и так в общем пару тысяч я думаю мы подняли данные на этом всем добре а желтая оставлю для разбора но не сейчас так что нам еще там ведьма хочет сказать прежде чем мы отправимся с вами путь да что-то хочет она всегда она хочет что-то сказать а ну это ведьма только и ждет когда ты откроешь проход в храм древних тогда-то она и нанесет удар ее господин пожертвует чем угодно чтобы только судьба незнакомца оказалась в его руках я бы посоветовала тебе быть осторожней но ты ведь не послушаешь правда нет конечно ведьма это про магну который мы встретили прошлой части речь идет скорее всего так а здесь нам предлагают модифицировать то ли наши сапоги да все что у нас одета благодаря обучению ведь мы можем поменять навыки например вот здесь что-нибудь взять и заменить из уже имеющихся навыков тоже забирают этот желтый камень у нас но я не знаю смысл менять мне принципе все устраивает и шипы и золото от монстров и живучесть и сила и умение на пять процентов поменяешь что-то будет другое здесь вид я менять ничего не хочу в общем пока что смысла маловато ведьме у нас но ничего может потом что-то появится потому что пока что менять шило на мыло не хочется так давайте побеседуем с наш нашими войсками которые в тылу находятся декар давай темный культ остатки древней религии под названием церковь трех ее последователи поклонялись трем великим воплощением зла как богам но их боги мертвы они продолжают сражаться два воплощения зла еще живы это азмодан и белял если кто-то из них стоит за этим темным культом магды то наши беды только начинаются никто не расслаблялся мы то знаем что самое ужасное впереди так не знакомиться меч я чувствую силу в этом погнутом обломке это правда он кажется мне очень знакомым но больше я ничего не могу вспомнить это оружие человека с твердыми убеждениями если я ему был моя сила покинула меня вместе с памятью память просто так не исчезает ты все вспомнишь на если не вспомнишь мы тебе поможем у нас есть кузнец который отлично вырывает зубы своими щипцами ха-ха это я пошатил ну давай ли я давай свое задание предводительница сектантов магда сказала что следующий обломок упал там где могут ступать лишь древние думаю речь идет о затопленном храме в гниющем лесу я помню дядя ты как-то рассказывал мне о нем совершенно верно ли я этот храм был выстроен нефалемами и я твои знания могут оказаться бесценными ты должна помочь нашему другу достать обломок меча не полем это древние люди обладавшие невероятной силой легенда гласит что когда-то они сражались великой битве рядом с храмом и бесплотные тени и участников до сих пор бьются друг с другом нас уже трое что ли или кормок это с нами здорово теперь у нас настоящая партия храмовник и лучница обалдеть практически как уже divinity original sin у нас повторяется ладно друзья отправляемся к затопленному храму и начинаем искать 2 обломок меча ведьма нас предупредила что туда лучше не ходить но что мы можем сделать кто мы такие чтобы запретить себе это история нового тристрама нифига и вот тут может что-то появится а с хозяином таверны нельзя поговорить нет ничего не расскажет я решил написать эпическую поэму на смерть короля скелета осталось только узнать как именно его убили можешь спросить у того кто это сделал вон он но уж нет на что же мне тогда воображение на спроси меня ё-моё я же здесь потом расскажут что его убили из рогатки всего больше никто мне ничего не рассказать не хочет можно найти смело да но я вижу что все понятно туда всякая философиями не интересует поехали гиблые поля возвращаемся снова кстати мой портал исчез который открывал в прошлой части местного смотрите опять меня середину поля выставили хотя здесь уже всех убивал не сильно отличаемся друг от друга во мне тоже сокрыты могущественные силы только вот я их не контролирую значит ты еще не нашла свое призвание надеюсь что и не найду эта сила так велика что не знаю она пугает так у нас уже целые диалоги здесь я не буду никого здесь убивать потому что прошлой части я защистил все эти территории меня сохранили и я так понял все восстановилось заново да и карта залиплась я специально к этой мельнице просто на помощь они убьют мою подружку какую какую я здесь а я буду убьют мою подружку если мы не помешаем развяжи веревки и помоги мне чего они хотят от твоей подруги ее зовут саша она дочка фермера так случилось что мы знакомы и у нее есть реликвия за которой охотятся воры нас уже четверо что ли да я поклялась хранить тайну я думал это фермера прошлой части отпустите девушку это ее вещь и ты веришь в то что несет этот прохвост вам же хуже тогда убьем обоих четверых ты имел ввиду до ночью ребята не ожидали да а еще кто-то ухты а вот это не ожидал башка отлетела прикиньте вот эта тема чувак ты рукавицы потерял а еще кто-то вышел у нас не уйти найжел головорез привет рук никому не попала жалко все навалились ребята четверо на одного головореза это не проблема я думаю будет тем более он до нас теперь дерется сам себя будет резать чест крепенький конечно парень очень крепенький ухты четы разошелся тут развалился нахрен я надеюсь застраховано все у вас ребятки давай давай сюрприз крепенький зараза вообще я бы сам бы может быть с ним даже не справился приходится все заклинания использовать сразу ну все прощай это еще не конец гильдия воров из-под земли тебя достанет тех побеседовали сейчас соберу все обвязка мародиотский топор ну короче все под разбор понятно тут рукавицы один потерял подождите я заберу их отлично тоже хрень так линдон говори что тут да к чему вот реликвия любовь моя я ее спрятала как ты и просил отец что-то подозревает но все это будет уже не важно когда мы поженимся осталось совсем недолго правда конечно милая скоро мы бронемся будем вас идет подонок и нарожаем соплигают а то есть прекрасных детей но сперва мне надо продать эту реликвию для этого нам с моим другом придется кое-куда съездить ты хочешь присоединиться ко мне моя миссия нелегка да да я знаю трудный путь и все такое ну что пойдем нас уже четверо ни хрена себе это реликвия подделка и как я раньше не догадался хотя может быть оно и к лучшему похоже тебе не помешал бы помощник а мне как раз надоело тут торчать ну и собираешься принимать предложение этого негодяя правда я не собираюсь но он уже привязался что его убью что ли понятно что пройдоха там тот еще ух ты курицу курицу убил одну так а что делать то вообще отвезти негодяя к вратам странствий на севере понятно ладно негодяй пошли тебе повезло у нас сегодня можно и картишки сброситься четыре-то мост сломали а там он портал такую фигню кстати меня давали в подарок кто у готова а как же твоя невеста невеста я что похож на примерного семьянина кстати меня зовут линдон а это место услуг храмовника мы можем отказаться от услуг храмовника и нанять вот этого негодяя храмовник вернется в город вы сможете нанять его в любое время не хочу негодяя нанимать потому что храмовника уже воспитал неплохо вам не кажется мне нравилось путешествовать по всему свету я странствую всю свою жизнь она давайте его возьмем видел как меняется мир теперь все иначе тем более видите за него дали награду просто вдруг что-то с квестом связанное поэтому и взял его сейчас это конечно может быть моей ошибкой у меня кстати не во что его одеть абсолютно это просто для опыта смотрите у него есть неплохие штуки атака дальний бой на 6 урона от оружия замедляющие поражение на 80 процентов либо ядовитое 325 ой 320 урона от оружия дополнительно урон от яда в раме размере 100 процентов от оружия течение трех секунд давайте яд возьмем здесь что у нас уровень негодяй негодяй ослепляет противника перед собой на две секунды либо когда негодяя ранят он исчезает в облаке дыма через четыре секунды снова появляется этот манер восстанавливает ему здоровье до хрена это действительно нужно нет хотя ослепление 6 секунд восстановление ну пусть это будет это бесполезно храмовник на меня работает а негодяй сам на себя атака дальний бой при котором происходит взрыв наносящий урон от тайной магии 310 всем противникам 10 метров с вероятностью 100 процентов взрыв оглушает противника эффект активации негодяй выпускает три стрелы каждая которых 100 процентов урона от оружия при переменении особых умений негодяй с вероятностью выпускает три стрелы одновременно мощный выстрел или залп ладно пусть это будет а это что атака если если атака героя или негодяй нанесет критический урон они оба войдут в раж в этом состоянии весь наносимый урон это хрень какая-то негодяй повышает себе и герою вероятность нанесения критического урона на 1.8 процентов ну вот давайте лучше криту лучшим ну и все я ему больше ничего не могу дать у меня больше ничего нет а у него арбалет вообще голимый и ничего вообще не могу дать тебе дружище вообще ничего если был у меня какой арбалет я его по-моему разобрал ладно я его взял только для того чтобы вдруг кстати он побежал куда-то я не понял ты че охренел я тебя нанял вместо храмовника куда ты побег а это кто а это талия убежала кошмар подождите я здесь исследую территорию а я думал мой этот вор убежал я уже думал паник убить ну не знаю справлюсь ли я с этим парнем с таким арбалетом ты должно быть аларик вечный страж дядя дикар говорил мне что ты охраняешь это проклятое место но я думала это просто сказки ты не фалям нет не поле мы исчезли тысячу лет назад а это выдумки ты хочешь войти в наш храм но это дозволено лишь не фалямом здесь неподалеку есть гробницы если ты найдешь там ключи и откроешь ими врата то мы увидим кто ты на самом деле следуйте за мной я подниму для вас мост а не в лесах две гробницы последнее пристанище воинов и склеп древних там ты найдешь ключи от нашего священного храма понятно после вас после вас я понял короче надо пойти назад наверное в поселение телепорт здесь рядом и дать ему нормальное оружие затопленный храм а мы в тристрам и заодно храмовник стоит а че ты расстроенный ты такой храмовничек вступление в орден расскажи мне о своем ордене ты в нем с рождения нет в наших священных книгах говорится как крестьянин пожинает пшеницу так и орден собирает урожай сорных трав и очищает их и ты был такой сорной травой? преступником в ордене приняли меня и спасли мою жизнь даже более того мою душу так значит до того как стать храмовником ты был преступником и в чем заключались твои преступления я не могу тебе об этом рассказать хорошо я не буду настаивать ты не понимаешь мы ничего не помним о прошлом инквизиторы отпустили мои грехи и стерли память о них моя душа очистилась ясно понятно в общем надо побольше с ним гулять и мы с вами откроем его историю так но я хотел о! Декарт что-то хочет сказать камень мироздания камень мироздания древний артефакт всю мощь которого сложно представить он использовался не только при создании нашего мира но и служил для того чтобы управлять человечеством первые поколения людей были известны как нефалем и сила их была столь велика что как обитатели небес так и преисподней опасались что люди помогут одной из сторон получить перевес в вечном противостоянии именно поэтому камень мироздания был изменен таким образом чтобы ослабить нас и в конечном итоге превратить нас в таких какие мы есть сейчас возможно с уничтожением камня мироздания мы снова обретем мощь нефалемов еще Тироэль был вынужден уничтожить камень мироздания когда Баал владыка разрушения осквернил его пытаясь получить власть над людьми и скорбно взрывом разрушила гору Ариат в недрах который покоился камень мироздания на месте горы образовался огромный дымящийся кратер с тех пор о Тироэле ничего не было слышно я думаю мы с ним еще повстречаемся вещи кузнеца пустые так мне нужны арбалеты арбалеты из разряда непонятных из разряда вот этих грубый ручной арбалет вот это наверное 22 мне нужен редкий ручной арбалет редкий арбалет хотя это по моему не подойдет да у меня и ко мне что то вообще нет короче дружище добудешь себе в бою добудешь себе все в бою я пошел атаковать нифига у тебя нет мы просто здесь поговорили с кормаком который кстати потерял щит я не вижу щита у него вот интересно как это будет выглядеть потом он появится у него этот щит и все арбалет все равно я не буду ничего разбирать у меня так мало желтых предметов а вдруг мне что то понадобится тем более я тебя взял просто так для эксперимента ну что пошли перейдем посмотрим плюс у нас лия еще есть лучница я думаю вместе мы как то сможем отбиться даже без храмоника который нас лечит постоянно ух ты страшно стало гниющий лес найдите гниющим лесу светоч надежды он находится в последнем пристанище воинов и склеп древних короче два ключа да как нами говорили надо найти не нравится мне этот лес может обойдем куда обойдем нам в него и надо идти ух ты ну разбил еще чуть не привалило иди с разветвлением у нас идет смотри призраки испейте его крови это люди а ларика нет это не люди а ларик это какие то ворда лаки ну что ж на передовой теперь только я один и моя бригада только сзади будет мне помогать аккуратно привет ух ты о гоблин стой сука не сейчас да вот не догонишь этого алчущего гоблина я не готов я не готов и этого не хватит я думаю конечно не хватит он заведет нас в беду да мы попали друзья вот это гоблин я дедикарт называл этих летающих тварей крылатой смертью стой сука ну кошмар я тебя добью кошмар да нет нереально нереально добить нереально мне не хватает мощи я не знаю что это за хрень но на уровне хард на максимальной сложности я не могу добить гоблина мне надо какое-то более совершенное мощное оружие да уж так вот это надо бить второй раз уже за гоблином бегаю и второй раз мне не хватает двух-трех ударов он просто нереальный или я очень слабоват короче я нашел вход пока бегал заглубленным и этот ход находится сзади сейчас вот это возьму и пойду посмотрю посмотрю что там за подвал а вот шахта какая-то когда все это закончится я открою где-нибудь маленькую таверну если конечно доживу до этого дня звук неплохо если останешься без работы дай знать я подыщу для тебя местечко терпение спасибо тебе терпение 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 этот гоблин с головы не выходит теперь я не готов так там желтый кто-то есть момент двойной урон не сейчас готов давай давай вот он зарез рвотный это скелет вот этот вот ты мне задолбал урод я не готов фото есть все завалили так торговые крылья наши они по-моему лучше по-моему лучше 62 естественно лучше 32 аксель и да 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 переоденемся идем дальше посмотрим что здесь в какой-то сход пара бочек вот вот он камень нифига себе прокачался а что это со мной за свет такой был яркий так ошеломляющий щит что еще перегрев принцип надежды наверное пассивное какое-то умение да вот тут еще вход куда-то есть ладно забираем вот это и пойдем смотрим что по умениям r2 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 это у меня сейчас первое второе здесь будет стоять вот этот вот щит крестоносец бросает свой щит да нет со щитом я расставаться точно не буду щит заряжен электричеством с вероятностью на 25 процентов оглушает первого пораженного до первого не годится первого не годится r2 мне верните со вторым вот это интересно r1 там что-то хотят мне тоже дать r1 это сейчас прыжок использую и теперь прыжок у нас будет с бонусом при приземлении раскаляет участок земли на 6 секунд отлично плюс еще 310 урона у нас будет так и вот это нет это не пассивное умение но по-моему лечащее эффект при активации использует принцип крестоносца на 5 секунд окражает себя и своих союзников щитом который способен погладить 1652 урона знаете наверное лучше вот это взять потому что у меня сейчас хромовника нет который бы меня лечил а это будет поглощать урон и я смогу выжить в критической ситуации причем и мои союзники тоже что уже неплохо так у нас тут что-то открылось и не подождите а у меня еще одно пассивное умение есть а я его что-то не заметил я могу два пассивных взять с собой офигеть вот это я хожу скорость атаки умения наказания удар с плеча карой правосудие увеличенная не знаю есть у меня такие 6 единиц гнева при использовании дополнительно восстановить 3 единицы гнева понятно скорость восполнения здоровья на 36 в условиях отсутствия у нас хромовника вот этот второй дополнительный пассивный навык будет самое оно так все остальное по моему взял да оказывается два пассивных навыка у нас можно было достать и я этим что-то не воспользовался так светоч славы первый сомневаюсь дружище ты ничего не сможешь забрать я так и понял что он с нами ходит он хочет нас обобрать потом в конце так ну и второй вход ух ты разобьем их косточки терпение терпение вы победили так и не же НЦ выпало мы были уверены что сумеем обойти все ловушки расставленные древними против расхитителей гробниц но тела моих погибших друзей доказывают как сильно мы ошибались мой конец тоже не за горами нас погубила собственная жадность Лия расскажи мне еще о таверне которую ты хочешь открыть да ё-моё она уже десять раз рассказывала каждый путник мечтает остановиться в спокойном месте где можно передохнуть и восстановить силу у твоей таверны будет отличная хозяйка спасибо тебе налаживаем видите отношения с Лией так ну что я знаю куда идти вверху я видел когда бегал за этим гномом во первых вот портал наконец то здесь есть за гномом когда я несся туда вверх по течению нравится мне разбивать вот эти штуковины очень приятные такие на ощупь ух ты ловушка не сейчас не сейчас отлично отлично разъяренный призрак периодически попадается видите вот этих грязных землях а это я круг делаю все я уже назад иду нравится мне эта территория кстати больше чем предыдущие тут такая вот болотистая местность вурдалаки их приятнее бить чем скелетов зомби к сожалению больше уже не попадается видимо перевелись так тут кто-то кричит и разлом кстати по центру какой-то был ладно пошли к тому источнику где нам надо ключ взять сейчас вот этих вот разобьем ребят и вот этот вор или негодяй как он там называется нам нужен видите с ним что-то связано поэтому прогуляться с ним просто так я думаю лишним не будет по территории а храмовник подождет а потом его обратно возьмем когда уже закончим с вот этим обломком так что у нас здесь пристанище воинов последнее работа в поле снова нам дали бонус последнее пристанище воинов да мы зашли правильно здесь будет довольно жарко я думаю еще в книге кусок Аларик говорит что наши люди способны выжить в предстоящей битве но я видел по его глазам что это не так зачем он повелел мне охранять светоч надежды эти твари в окрестных лесах истребляют моих собратьев а я ничем не могу им помочь берем и сейчас будет очень серьезная битва нифига себе кошмар я уже взял поглощение урона терпение пошли вон я не готов я не готов а наложили на него заклятие ну все он уже сдался отлично так что тут у нас это заберу это заберу это заберу рейдовая блуза покруче на порядок выше чем наша так эту хрень можно не активировать вот это это 72 39 ну да это по уровню нам уже практически выдают отлично а вот и все все что нужно было это валить я скучаю по колдею там пахнет эллим и развратом да но там всегда можно было встретить множество интересных людей и посмотреть на разные диковинки короче лия мне сбивает диалоги со своими вот этими размышлениями мне что-то хотел сказать вор и не успел или я начало опять мечтания свои водрузить светочи на пьедесталы две штуки на какие пьедесталы но явно не здесь что-то он хотел сказать ну конечно что то наверное из корыстных своих побуждений значит будем двигаться вперед по территории а нет назад показывают а куда тут назад ух ты на вход естественно на вход а может еще не все смотрели вдруг тут что то есть ценно вы идете нет два балбеса давайте пока горит мы посмотрим что здесь ценного еще может быть это не твой день чудище и заодно валимся вот этим вот отбросим их братья недомеркам братья отбросим их годится начинается мы с дядей декардом долгие годы исследовали подобные места оооо мы могли бы многое исследовать вместе сейчас мы ничего не исследуем мы спасаем жизни или я конечно может поднапрячь вот этими вот диалогами и сорвать что-то ценное и важное как тут явно брат твой побольше не сейчас да нормально сейчас наваляем третий глаз а ты то что такое третий глаз не понял а понятно не на меня на барвара наверное скорее всего и ни хрена ни хрена еще куча урдов не готов огромная территория но не такая большая как предыдущая здесь а вот это надо развить я квест еще дополнительный какой нибудь так сюда тоже пробегаем прямо сюда а че тут стоите все ой 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 терпение терпение годится просто вот такое место оказалось опасное но я думаю на этом все на этом все побежали быстренько на выход ставим эти два ключа и пройдем далее ну так все там сзади что-то осталось еще о уме да ты мега разговорчивая ну видите как его заткнуть можно себе быстро пробежать о воскресший лучник смотрите не сейчас элитный боец шикардос деньги-то зарабатывать где-то надо поэтому и приходится обходить все на свете а вдруг что-то выпадет например в одеться вот например мой вор бегает без нормального арбалета вообще без всяких приспособлений а вот здесь разлом еще был странный вот такой вот на пол карты ну да очень странный но теперь точно все так через телепорт идти можно через через три порт сайте пойти быстрее будет а а давайте перейдем через телепорт а почему бы нет гиблые поля верно или кладбище проклятых или куда гниющий лес сюда затопленный храм один вот сюда возложим и второй с другой стороны один готов ну что я не фален достоин им быть а маты вам не сомневался открыт войди в него и сразись со стражами они мои братья но все равно попытаются убить тебя ну я не боюсь или то что упала в наш храм она сводит с ума моих воинов досратость так нас сохранили ну я думаю здесь будет много ярусов а может быть и нет ухты добивай каждого никто не уйдет так куда сзади не нравится он отвлекает моего негодяя а элита сзади стоит я не готов элита сзади смотрите с топором так вот он стоит ты кто такой пророк и зэк упс да ладно все свои успокойся ну чё с ним делать неадекватный у меня поллинии убирает давай мочи мочи урода у меня еще конь есть а а страшно вот так он теперь за нас терпение сюрприз отлично ребята вы стреляете нет что-то вообще никакой помощи от вас где мой храмовник это же не годится чего опа еще двое еще два брата и лучники я не готов кошмар три брата еще один пришел может убежать надо ладно давайте брата ларелла зарежем а с остальными уже в порядке очереди ого нифига себе ты за это ответишь не сейчас он еще и лечится смотрите как он лечится ни хрена себе на регенерация работает но если не такие мои удары то совсем бы плохо было я не готов хороший выстрел еще чуть-чуть о кто-то выбежал так пагубные узорные по ножи вы нашли предмет с пустым гнездом самоцвет понятно самоцвет это хорошо но у меня нет самоцветов по моему свободных так это хрень а вот эти штаны крутые 44 к силе и ну почти что чуть-чуть лучше моих чуть-чуть лучше но гнездо от камня может помочь нам в преодолении трудностей так игра сохранена я думаю это еще не конец верни его а что не понимаю о чем ты говоришь дважды я повторять не буду ладно ли я вот твое колено сперли и кольцо охренеть вот так и берись с собой от этого гада так аларик давай говори что пока нас не обворовали полностью по силе ты можешь сравниться с нашими величайшими воинами и ты еще сомневаешься в своем происхождении не тормозила можешь войти в нашу святая святых обязательно а что у вас тут ух ты камень мироздания был изменен но наши дети рождаются слабыми а век их недолг предводительница демонов нереза обещала вернуть им силу но вместо этого превратила их в отвратительных существ которых обратила против нас пусть это будет наша последняя битва но мы изгоним демона назад в преисподнюю ну что готовы прямо здесь наверное будет сражение герой упорно идет навстречу своей смерти привет магда поразительная настойчивость а это кто еще с тобой дочь адри в ней сокрыта сила не важно скоро твоя мать разделит твою судьбу крошка обломок меча мой пусть воды этого храма окрасятся их кровью ну пока она говорила мы тут мы тут всех убили но она имела в виду говорят что мать разделит мою судьбу неужели мама все еще жива время покажет слишком легко мы победили ее приспешников магда играет с нами нам надо срочно вернуться к дяде Декарду ну я думаю это еще не все забрать сияющий обломок меча хотя может быть и все так мы нам тут уровень неизначай повысили и много чего повысили например новая пассивная способность непробиваемая броня при получении смертельного урона крестоносец не погибает а становится невосприимчивым к урону наносимый ему урон увеличится на 35% и кроме того он восполняет 1570 единиц здоровья за убийство время действия 5 секунд эффект может срабатывать не чаще чем раз в 60 секунд кстати неплохая вещь от того чтобы тебя не грохнули но при этом надо еще убить кого-то за 5 секунд правильно правильно в принципе неплохо я думаю это лучше будет чем вот это пассивная способность или вообще вот это нет скорость атаки оставим ага вот это давайте выберем будет наша блин да не это блин вот это я хотел сменить на вот это и бронь оставить себе если вдруг нас будет убивать самый последний момент взять и спасти себя так а тем временем нам скакун получил второе улучшение боевого коня охватывает праведное пламя паляющее всех противников на его пути ежесекундно вот это уже интереснее вот это да конь мне нравится и все улучшения связанные с ним я думаю буду брать незамедлительно так и вот здесь у нас появилось что сейчас мы принцип крестоносец это щит на 1800 единиц а это принцип доблести второй у нас появился используя принцип крестоносец также с вероятностью сто процентов оглушает всех противников в радиусе десяти метров на пять секунд так неплохо сто процентов сто процентов они будут оглушены так как у меня пассивное умение теперь защитит меня в случае смерти вот это вот умение которое поглощает урон мне сейчас не нужно потому что она у меня будет срабатывать автоматически логично логично и мы поэтому возьмем вот это теперь мы будем их оглушать теперь это будет с пользой определенной все верно надеюсь и r1 r1 у нас новое умение такого у нас еще не было умения крестоносец наполняет силой своего ордена отчего наносимый ему урон увеличивается на 35 процентов по скорость накопления огня на пять на двадцать секунд ну не знаю мне прыжок нравится больше который взмывает в небеса и ударяет вниз и плюс ко всему я еще воспаляю землю ну мне это нравится больше ладно забираем сияющий обломок дали мне какую-то вонючую обвязку которая лучше моей хоть и синяя да она намного лучше только нет силы в ней менять не буду потому что она синяя синяя я уже не ношу я только желтая нашу ну поехали в новый тристрам давайте выйдем нормальным путем не буду больше порталы эти активировать портал это если надо что-то продать по-быстренькому мы же тут ничего не упустили думаю что нет легко нам что-то отдали второй обломок но я думаю это не конец как и сказали собственно мои напарники вора наверное можно уже сдать сдать и вернуть храмовника так новый тристрам нам тут предлагают со всеми перебазарить пока что хедрик что сказать хочешь ты говорил о колдее ты жил там со своим отцом да он был дипломатом колдей у нас был особняк с террасами слугами и прочей роскошью но когда в тристрам пришла беда все изменилось внезапно пошли слухи о том что в безумии короля был виноват мой дед дела у отца пошли из рук вон плохо с ним никто не хотел даже разговаривать но он верил что все пройдет мир жесток или для твоего отца все закончилось хорошо нет мне бы не хотелось об этом говорить если ты не против работа не в проворот пока еще рано понятно нас сохранили я думаю со временем он нам все с вами расскажет и я провела детство путешествуя с дядей декардом в поисках забытых знаний и артефактов это было так здорово исследовать древние храмы и раскапывать затерянные гробницы мне повезло что дядя декард взялся за мое воспитание я так много узнала от него но теперь я в растерянности я вижу к чему эта одержимость привела его привела всех нас и декард что скажешь свое оправдание мне нужен декард детство ли прошло в странствиях а это опасно для ребенка не настолько опасно как может показаться времена были поспокойнее и мало кто обращал внимание на мирных странников особенно на старика и девчушку с которых и взять то нечего просто постой послушай это мы любим с вами делать со всеми постоим послушаем побалкланим с кем-нибудь и кормок нам ничего рассказать не хочет ведьма нам обычно что-то всегда доносит какую-то очень важную информацию и в этот раз она ничего мне не хочет рассказать вот было бы у тебя оружие как у него ну давайте вот незнакомца спросим что нам делать дальше понятно что искать третий кусок меча но все равно вот второй обломок меча теперь магда ищет третий я помню как сияние устремилось к рыбацкой деревушке это должно быть вортом ты права Алия это вортом туда из три страма ходит паром ух ни хрена себе поговорить с паромщиком ну что я знаю где паромщик он у нас вон там он сигнал пошел и оттуда мы с вами переправимся на другой берег уже подальше от три страма так что-то нам еще сказать хочешь расскажи мне об этих сектантах я ничего не помню о них но чувствую в них какую-то тьму с которой я уже сталкивался раньше за этой сектой может стоять большее зло быть может я хотел уничтожить его тебе понадобится твой меч конечно понадобится так Декарт куда-то уже слинял видимо у него сон уже начался а пошли посмотрим куда это он слинял ты что тут делаешь дедушка ух ты дневник можно дважды читать я желал бы я желал бы для Ли нормальной человеческой жизни но ее ждет совсем иная судьба когда меня не станет именно она должна будет продолжить мое дело на чашу весов будущее всего мира понятно он периодически видите пописывает в смысле не пописывает а пишет пишет в свой дневник новую информацию пописывает он в другом месте здесь тоже кстати лежит книга но Лия не пописывает почему-то а может конечно в комнате надо в комнате Лии посмотреть да есть едва мы нашли второй обломок меча странника как нас настигла Магда она идет за нами по пятам кто эта женщина откуда она знает мою мать мы должны опередить Магду и забрать последний обломок меча из вортома сделаем Лия всему свое время что у нас в меню торговец починку сделай нам Остряк у нас парень из таверны ну что друзья все в следующей серии пойдем на паром и переместимся в другую город наверное на другую землю здесь мы уже все с вами закончили хотя вот здесь правда вверху еще были какие-то ворота и здесь квест горит ну вот с этого все и начнется поэтому на этом сегодня закончим я не знаю водить с собой вот этого чувака доходягу или взять хромовника с собой уже в будущие пути и маршруты наши мне хромовник больше нравится просто в бою он как бы разделяет урон наносимый мне он берет на себя половину урона плюс еще ко всему лечит меня а этот доходяга какой-то вообще слабый а что будет если не бери с собой линдона этого проходимца кого угодно только не его ну че он просит меня чтобы я чтобы я от него отказался а что будет интересно поговорить с тобой нельзя веди нас к славе о у него появился щит я теперь спокоен а что нам линдон расскажет откуда ты родом из кингспорта это крупный порт оттуда уходят плавание торговые плотилии и рыбацкие суда а еще там ужасно воняет рыбой милое местечко и чем ты там занимался воровал что он там делал пополнял частные заказы если можно так сказать мошенничал значит ерунда я самый честный вор какого можно встретить разыскивается реликвия алого цвета размером с кулак она была дерзко похищена из банка гильдии купцов два месяца назад при обыске задержанных по подозрению в краже ее не удалось обнаружить владелец реликвии щедро наградить того кто вернет ее в целости и сохранности это мой плакат у него только что вытащили а еще есть у него что ты проводишь немало времени гоняясь за женщинами жизнь так коротка я предпочитаю тратить свое время на погоню за чем-то стоящим не похоже чтобы ты ценил женщин за которыми бегаешь только одна девушка стоила того чтобы с ней остаться но она ускользнула от меня и как ты все испортил знаешь давай лучше поговорим о тех что не смогли передо мною устоять но были мне не нужны вот так мы узнаем историю каждого нашего спутника я думаю не обязательно с ними ходить чтобы повышать там а что такое ремесленник а это можно сразу перейти к изготовлению оружия не обязательно повышать доверие там всякое или симпатию все и так будет нормально просто надо периодически с ними общаться и мы с вами узнаем историю всех воинов вот хромовник мне нравится конечно больше в команде еще и слилия останется если болтать конечно будет поменьше ну а на этом все друзья спасибо что смотрели не забывайте ставить лайк и подписываться на канал с вами был Дмитрий канал шедвель элплей до новой серии пока пока